Ну еще бы, если вам кость поперек горла воткнуть, что вы будете делать? Вы станете выхухолью и будете прыгать вперед! Так-так-так... Ребята, всем здорова, с вами Витек, и сегодня я покажу вам эволюцию. Как я буду это делать? При помощи программы, которая называется Эволюция. Гениально, да? Самый смак в чем? Значит, по принципу нейросети, ребята, это действует. То есть, берется какой-то куча-куча-куча существ, да, программа сама задает им какие-то параметры, и они двигаются. И самый лучший, там, из предыдущего поколения, Population 30, вот у меня, например, стоит, из предыдущего поколения самое лучшее берется и еще раз размножается с незначительными изменениями в показателях, берется следующее, самое лучшее, и так далее. То есть, потом это вот, как, знаете, там, говорят, что там игры играют в Doom лучше, чем человек, да, он там сыграл в Doom 10 тысяч миллионов раз, вот, и после этого он лучший человек и начал играть. Вот такой принцип, да. Давайте, давайте начнем, смотри, здесь есть созданные существа уже какие-то. Крича, нет, нету. Фрогер, какая-то лягушка-попрыгушка. Хейлер, боже мой, что это такое-то, как, как, как... О, прикольно. Ру, это кенгуру что ли? Похоже на кенгуру, но вообще это улитка какая-то. Бегущая улитка, поехали, посмотрим. Итак, вот так это выглядит, смотрите, вот он 30 вариантов взял кенгуру, всех смешал в одно место, и такой, опа-на, и выбирает самое лучшее. Вот оно самое лучшее выскакивает, что дальше всего убежало, то он и выбирает. Видите, смотри, вот те все падают, а этот прыгает, и он его берет, и он начинает его модифицировать, да, и все, круче, 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 можно здесь такую штуку сделать, как Show One. Смотрите, сейчас самое лучшее кенгуру уже вот так вот делает. Смотрите, видите, видите, пол двигается, да? Смотри, как оно успевает далеко убежать. Правда, стоит ограничение сейчас на 5 секунд, то есть они 5 секунд всего лишь прыгают, бегают. И смотри, сейчас 8-ое поколение, и это уже реально похоже на кенгуру. И я ничего не сделал, кроме как вот это вот суставы, суставы наметил, и мышцы, грубо говоря, поставил. Смотрите, к 10-ому поколению оно уже способное передвигаться, как хорошее, матерое такое кенгуру. И компьютер сам это делает. Я только задаю, о, там завалилось на бок. Компьютер сам это делает, и... Знаете, если вот так ставить на ночь, я более чем уверен, что утром будет такое кенгуру, которое... Всем кенгуру-кенгуру будет. Будет прыгать высоко, далеко, и будет проходить километров 100 за 5 секунд. Вот. Ну, это просто вот так описание программы, что мы вообще здесь с вами генерируем, да? В общем, по-хорошему, самое... Следующий кенгуру все круче, круче, круче должно становиться. Но они более-менее сейчас похожие будут друг на друга, потому что они и так очень быстро, хорошо передвигаются, куда уж быстрее, да? Сам механизм быстрее не позволит. Вот такой вот принцип, да? Программа работает. Давайте теперь мы не будем брать то, что здесь есть. Я просто хочу поэкспериментировать и сам попробовать сделать какую-нибудь дичь. Ну, при помощи чата, например, мы можем с вами попробовать хоть что-то изобразить. Можем начать с чего-то простейшего. Например, вот давайте сейчас первое, что засветит. Только очень простое, ребят. Сделай ОЦ, это непростое. Ну, тем более зачем его делать, если он уже есть. Кентавр. Очень просто. Звездочка. Хорошо. Звездочка. Бегущая звездочка. Маяк. Рука. Заяц. Палочка. Бегущая палочка. Такое возможно. Не, ну мышцы нужны, мышцы нужны. Хотя бы нужно вертолет, вы его издеваетесь. Какой вертолет? Ну, давай что-нибудь. Червяк. О, червяк. Давай, червяка сделаем, попробуем. Смотрите. Значит, берем, делаем червяка. Я, конечно, понимаю, что в червяке костей нет. Но в данной программе кости, ну, мускулы можно крепить только к костям. Поэтому я не могу не поставить. Давайте просто соединим каждую кость. Оп, оп, оп. Вот такой червяк у нас получился. Я, вот честно, я не знаю, что из этого может выйти. Давайте посмотрим. А, это плюс-минус контакт. А еще что у нас есть? А, тут можно еще сетку, по-моему, задавать. Да, сетку, смотрите, 2 на 2. Ну, пусть будет сетка 2 на 2. Поехали. О, боже мой. Давай посмотрим самого удачного. Он в напряжении. Мне кажется, я делаю какие-то проблемы с движением, ребят. Давай. О, оп, 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 оп. Такое ощущение, как будто пьяный русский играет на гармошке. Но смотрите, он все лучше и лучше начинает двигаться. Смотри, смотри, смотри. Он начинает двигаться каким-то, правда, странным методом поднимания передных двух конечностей. Но он начинает продвигаться. Так. Давай. А что задние так тащатся? А, ну все как гармошка должна работать, я тебе подскажу. Тогда будет нормально. Давай, давай. Ты сможешь. Но смотри, уже как-то двигается. Ну, по сравнению с тем, что было в начале, да? А это вот все 30. Все 30 из них мы лучшего выбираем, да? Прикольно. Но я не вижу, что он как-то сильно меняется. Мне кажется, мы с вами какую-то дичь сообразили, да? Ну, по крайней мере, двигается. Червячок удался. Я не думаю, что червяк обыкновенный движется быстрее, чем вот эта штука. Нет, смотри, она более уверенно стала передвигаться. 16-е поколение, она уже прям с каждым шагом все круче и круче, круче и круче как-то продвигается. Прикольно, да, получается? А? 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 Молодец. Сделай рыбу. Рыбу? А как она? Попугай. Сделай гуся. Маяк, стикман, ленивец. Сделай, чтобы было внизу... Что внизу было? Сделай, чтобы внизу и вверху мышцы. Внизу и вверху мышцы это как? Это что, два червяка соединить друг с другом? Нет, погоди, слишком сложная конструкция будет. Надо начинать с более простых каких-то конструкций. Ну, гусь, гусь, гусь. Ну, давай гуся сделаем. Значит, это будет... Ой. А, я только по сетке могу ставить. Не, 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 погоди, тогда сетку мы отменяем. Не, погоди. Давай тогда сетку пока уберем. На точечке запустил. Не, 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 не. Так, мы делаем с вами гуся. Соответственно, это его клюв. Да? Это его голова тут будет. О, боже мой. А это его тело. А чем он ходить будет? А где ноги? Давай. А я могу как-то подвинуть это все? Нет. Так, так, так. А это будут ноги. Ноги будут треугольные. А? Никто не ожидал треугольных ног у гуся? Вот так, значит, смотри, клюв. Это его тельце. Главное, такой сказал. Сейчас мы сделаем что-нибудь попроще, да? Да? На гуся рубанул. Это его голова. Похож на гуся, да? Отчасти. Это его мощные ноги. А, может вот так оставить, смотри. Костылем с таким. Ну, гусь и гусь нормально выглядит. Ну, я понимаю, что у гуся шея длинная, но это цыпленок-гусь. Гусь-цыпленок-гусь. Так, мускулы. Ну, понятно, что вот здесь нужны мускулы. Как ни крути. Так, вот здесь, наверное, нужны мускулы. Здесь нужны мускулы. А что будет, если так оставить? Боже мой, он просто осыпается. Просто осыпается. Какой-то гусь-не-гусь, ребята. У нас не хватает жесткости гусю. Нужно больше костей. Нужно ферму сделать, я понял. Делаем, ребята, гусиную ферму. Ну, ту самую, которая будет гуся держать в целости и сохранности. А не то, что вы подумали. Так, так, так. О, теперь он не будет рассыпаться. Смотрим. Боже мой. У меня все залагало. Он теперь носом клюет. О, слишком сложно, да? Ну, давай популяцию сделаем поменьше. 10. 10 гусей, ребят, за раз. О, нормально работает. Он у меня заваливается. Он мне просто заваливает. Он слишком тяжелый спереди, да? Пытается. Пытается как-то пойти дальше. Но нет. Так, как ему помочь, ребят? Может быть, ногу сделать как-то... Помассивнее. Как-то выдвинуть ее. Давай... Давай ногу большую сделаем. Такая большая, мощная нога. Бум. Может она? Мускулы. Мускулы прямо вот сюда будут идти. Такая огромная нога. Ножище просто. И здесь тоже отсюда сделаем мускулы. Чтобы он мог идти как бог. Ну-ка, давай. Так. Нет. Не получается, ребят. Не выходит гусь из гуся. Это... Опа. О-о-о. Ты смотри. Ты смотри. Ты смотри. Пошел. 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 Как пошел ты еще, а? Это был пьяный гусь. Одноразовый пьяный гусь. Нет. Почему-то дальше он всегда падает. Не повезло, ребят. Вот так классно пошел в первый раз. И теперь какая-то неудача за неудачей. Хорошо. Давайте сделаем не до гуся. Мне кажется, вот это вот аппендикс, который сверху, он вообще не сдался здесь. Давай сделаем вот такую штуку. Просто ходуля какая-то непонятная. Это, ребята, тело гуся на ножках. Видите, нужны мышцы антагонисты, как доктор говорил. Спасибо, доктор. Кто такие антагонисты? Он такой лапами просто танцует. Ей, здесь танцует ногами. Йоу-йоу. Ну смотри, он двигается? Ха-ха-ха. Быстро, быстро. Под конец вообще задергался весь. Давай, гусь. Работай. Работай, гусь. Докачка какая-то получилась. Черт. Он почему-то на коленях ползает. Ну, если считать, что вот это вот колено, ребят, то он на двух коленях. Зачем он так делает? Мышцы, которые сгибают и разгибают. Здесь все мышцы, которые сгибают и разгибают. Да, что-то у нас какая-то неудача с гусем. Он почему-то ковыляет. Почему он ковыляет, непонятно. Видимо, слишком крутой, да? Еще понять, что за мышцы антагониста. Вот мне врач сказал, с помощью мув можно двигать точки. А. О, спасибо. О, спасибо, ты мне подсказал. Великую вещь. Давай какую-то вот такую котовасю сделаем. А? Может быть, сейчас получится? Мне кажется, он теперь задом ходит. Давай, беги. Толкайся. О, фига себе, ногу выставил. Давай, ну что ты не толкаешься? Он почему-то плохо толкается. Я понял. У него задний привод. У него задний привод. Нужно именно заднюю часть сделать более мощной. А переднюю немножко обездвижить. Давай, передняя у нас будет просто тупо опорная. А заднюю мы сейчас сделаем. Такой мощный, крутой, толкучей силой. А? Вот так вот. Добавим мускул сюда. Не знаю, зачем, правда, тут такой мускул. Вот сюда мускулус добавим. Смотрим. Во, 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 во. Смотри, заработало. Он пошел. Он пошел. Да, ребята. Да, гусь работает. Правда, он что-то как лягушка продвигается. Но вы посмотрите. Это работает. Ну-ка посмотрим. Давай поколение до 15-го. Сейчас изучим. Изучим. Поведение гуся. Гуся-лягушки. Ну вы понимаете. Ну что же я. Победа. Это кролик. А, это кролик. Неожиданно, ребят. Делали гуся, сделали кролика. Но посмотри, он реально прыгает. Он реально прыгает. И довольно-таки прыгка уже передвигается. Вот, смотри. Компьютер создает жизнь. Я ему даю какие-то изначальные параметры. А он начинает создавать жизнь. Все круче и круче жизнь становится. Можно включить даже, где мышцы на растяжение, где на сжатие работают. Главное... А почему он в конце останавливается? Устал, типа? Гусь, ты же кролик. Кролики, они никогда не устают. Они всегда размножаются. Беги, там крольчиха твоя сидит. Иди к ней. Во, во, во. Ну я думаю, лучше, чем это уже не получится. Гуся-квак? Нет, это кролик. Гуся-крол. Ну что ж, ну хотя бы оно двигается. Уже приятно. Ну смотри, значит, заднеприводные существа реально рулят. Ну в принципе, так и в природе. Вы задумайтесь. Ведь все же существа, ну подавляющее большинство, они же, грубо говоря, толкаются задними конечностями. Даже человек, он толкается задними конечностями. Ну это те, которые из задницы торчат. Я имею в виду так. Они поэтому задними и называются. А может и нет. Может быть я только что это придумал. Ну что ж, я думаю, этот эксперимент был очень удачный. Мы его с вами удалим. Потому что я боюсь, если учительница по биологии увидит это, она сразу двойку мне поставит. Ну как? Я конечно школу давно закончил. Она увидит, вспомнит меня. Откроет мой дневник, в смысле архив, и поставит туда двойку. Сделай скругленный куб. О, отличная идея. Давайте сделаем круг. Круг. Извините, оговорился. Куб. 228 рублей от мну эльтоп одного, привет. Как у тебя дело? Вопрос, играешь на PS4? Да, у меня нет PS4. Ну спасибо за вопрос. Давайте сделаем грид. Окей. Значит, мы делаем с вами куб. Но не обычный. А скругленный. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот так. Скругленный куб. Ох, так. Кости, 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 кости. Много костей у этого скругленного куба. А единственное, что надо же опять ферму какую-то тут городить. Ну, а что если я вот так вот прям крест-накрест просто соединю? Я думаю, он более-менее целиковый будет, да? Или может здесь мышцами вообще соединить? Давай сначала мышцами попробуем, а? Без всяких жесткостей, просто куча мышц. А что если вот две противоположные мышцы просто дать и все? Попробуем. Ой, 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 боже мой. Что это? Смотри, смотри, смотри. Что он делает? Ту-ту-ту гопник из двора принес плиту. Смотри, она двигается. Смотри, флипер. И еще сделай гопника, который танцует. Гопник, который танцует. Слушай, как оно... Как... Смотри, даже вот это вот непонятное существо, оно пытается идти вперед. Оно мне приснится сегодня ночью, и это будет очень страшно. Это мерзость какая-то, пишут в чате. Не говори. Прям... Смотри, реальная эволюция и мутация в одном. Надо больше мышц. Давай создадим мы... Оу. 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 А есть назад? Я просто боюсь, оно сейчас как ударяет мне тут все. А, не, нормально. Давай соединим вообще все противоположные вещи. Ну, это сложно костями назвать. Пусть это будут вещи. Все противоположные вещи соединены. Ооо. Смотри. Работает. О, 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 давай катись. Давай. Ты че? Ты че? А знаете, такая игрушка есть. Собирается и пччк разбирается в такой большой шар. Она пччк собирается, разбирается. Вот она сейчас это делает. Уээээ. Усосалась. Я думаю, нужно больше существ сделать. Оно как-то теряет популяцию. 50, наверное, лагали бы. Давай 40. Ну-ка, эволф. Ну, 40 в пределе, да. О, смотри, попрыгал, 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 попрыгал. Давай. О. Во. Э, э, ты куда назад-то? Зачем? Что? Что случилось? Там заминка какая-то. О, боже мой. О-о-о-о. Что-то первые два нормально были, а потом вообще дичь какая-то пошла. Смотри. Он сам с собой обнимается и все. О, о, о. Смотри, получилось. Запрыгал куда-то вперед. О, катись. Катись, детка. Давай. У него почти получилось, ребят. Это реально скругленный куб. Вы посмотрите на него. Это прям вот квадратик такой, который из круга. Давай. У него получается. Давай, 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 давай. Давай. Ты сможешь. Ну. Что с тобой? Что за нервяк? Ты что там принял? Ну, началась опять какая-то катавасия. У него эпилепсия. Колеса эпилепсия случилась, ребят. О, ты посмотри. Ты посмотри. Ты посмотри, что творит. Ты посмотри, что творит, а. Во, дает. Мне прям любопытно, знаете, оставить до утра и посмотреть, что потом из этого получится. Потому что это прикольно. Там можно увеличить секунды. Можно увеличить секунды, да. Но мы с вами 10 секунд будем пялиться на дно и то же. Зачем? Можно еще изменить процент мутации, чтобы он меньше изменений вносил. Ну, соответственно, видите, тут как получается. Он берет, как это так сказать-то, он берет наиболее удавшуюся вещь, которая получилась, да, из сорока. И переносит в следующую популяцию. Но не факт, что все сорок небракованные. То есть очень часто получается, видели, там колесо вроде бы уже идет, уже катится, все в порядке. А потом фига, оно эпилепсией страдает на следующий раз. Это потому что он какие-то изменения внес, и все сорок колес страдали эпилепсией, по сути, да. И он выбрал лучшее просто из эпилептиков. Поэтому тут надо та популяцию 10 тысяч ставить, да. И тогда, ну, шанс очень мало, что будет эпилептик в следующем поколении. Ну, тогда у меня компьютер просто взорвется, если я 10 тысяч поставлю, согласитесь, да. Вот. Ладно. Что с этим колесом не так? Так, можно, конечно, по соседним мускулов добавить. Или через одно как-нибудь так соединить, да. А можно вообще, да. Давайте теперь попробуем так. Вот мы это все удалим. А мы с вами давайте сделаем через одно. Мускул через одно. Место. Так. И наше колесо, конечно же, опять не покатится. Оно будет эпилептировать там где-то. Но все-таки это прикольно наблюдать, да. Вот такое колесо. Смотрим. Что-то там прыгает, скачет. Давай. 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 О. 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 Ну, зачем ты сложилась-то? Давай. Ты сможешь. Ааа. Почему оно в конце складывается? Ну, просто слишком сильное напряжение у него, и оно не может. Ха. Оно не может. Оно. Во. 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 Давай. Да что ж ты будешь делать-то? Катись, детка. Катись. Вот. Вот. Нормально. Смотри. Уже седьмое поколение. Более-менее катимся. Ну-ка, давай, 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 ты сможешь. Смотри, это, в принципе, меньше в эпилепсию сразу в это впадает. Какая-то загвоздка, да? Смотри, оно один круг делает, и все. И после этого почему-то... Вроде оно равномерно у меня сделано как-то так, более-менее, да? Видимо, лучше, чем сейчас, не получится сделать. Хотя... Нет, смотри, получилось. Оно прям так хорошенечко, гладенько так укатилось вперед. Раз. Два. Ну, потому что, смотрите, ограничение 5 секунд. И оно ищет именно в 5 секунд, чтобы на самый далекий вариант уехать. Оно успевает сделать только один оборот за 5 секунд. Давай попробуем 10 секунд дать ему. Вот оно же другую форму. Видите, оно принимает форму более-менее овала, чтобы первый раз хорошо прокатиться, перевалиться, и второй раз прокатиться. И все, 5 секунд кончается на этом. Смотри, хотя вот сейчас вроде бы пошел уже дальше как-то. Ну-ка, давай 10 секунд сделаем. Давай сделаем 10 секунд, что он предложит в этот вариант. Ну, понятно, первые там у нас бракованные идут. Знаете, кто-то вообще назад катится, да? Ну, сейчас пока эпилепсия. Ладно, ищем, ищем нормальный. Витя, кости. Что кости? Да не, нормально, без костей можно. Можно и без костей пережить. Вообще встал. О, боже мой, эпилептик какой-то попался. Но все равно движется, смотрите. Вот эпилептик, но движется. Не, можно, конечно, кость поперек горла вставить одну. Или две, например, да? Чтобы оно вообще формы не терял. Что-то как-то странно. О, ну наконец-то. Тут утулки как алка принес плиту. Вил-вил-вил-вил-вил-вил. О, ха-ха. Давай, давай, ну хорош. Ну давай, ну ты сможешь. Ну, ну, давай. Слушай, никак оно не может выйти на круг. То есть оно довольно, за 5 секунд оно довольно быстро на круг вышло. Спасибо за донат. Во, прыгающий круг. Вот это неожиданно, да? Прыгающий круг, ребят. Кто бы мог подумать, а? Ой, ну наконец-то оно покатилось. Давай. Оп, оп. Так. Эк. Эк. Поколение можно пропускать? Да? Вот эта стрелочка что ли? Мне нравится девятое поколение. Хотя нет, не очень. Ага, вот смотри. Катимся, катимся, катимся. Эть, эть, эть. Да что ж ты схлопнулась-то в конце, а? То есть нужно найти удачное поколение, да? Смотри, это вообще скачет, прыгает. Во, дает. Во, изобретательность какая, смотри. Ну, уже более-менее, смотри. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха, это кузнечик. Это пропускаем. Давай дальше. Эээ, а что-то... Видимо не поколение пропускать, можно пропускать самого дальнего. Или что? Ха-ха-ха. Что ты будешь делать? Он посчитал, что зачем мне, как говорится, кататься, если я прыжками дальше уйду. Ты посмотри, он действительно быстрее прыжками передвигается. Вы только посмотрите на это. Действительно прыжками дальше. Итак, новая мысля, ребята. А что если заменить всем автомобилем в городе колеса на прыж... на прыгаторы? Машины станут ездить быстрее. Это Бобер пишет. Нет, это не Бобер, это какая-то Выхухоль. Если честно. Все, он решил, что так интересней. Он уже ушел от круга, от формы. Ему понравилось прыгать. Он теперь именно так передвигается. Кто бы мог подумать, что эволюция такая страшная вещь. Ребят, знакомьтесь. Выхухоль. Которая была кругом. И не спрашивайте меня, как это получилось. Он реально, смотри, он на монстрячился. Он прыгает. Он реально прыгает. Ему вообще пофиг. Что-то лагает все очень сильно при первом старте. Давай посмотрим на остальные, что там происходит с ними. Смотри, они все прыгают уже. Они уже все прыгают. Уже все, уже колес не осталось. Колеса в прошлом, ребят. Колеса это прошлый век. Это не лягушка, это выхухоль. Что вы мне про лягушку рассказываете? Колеса это прошлый век, ребят. Все. И теперь все прыгают. Оно реально уже, оно как существо себя ведет. Вот смотрите, прям ритмичность движений, одинаковость. Прям пынг, 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 пынг. Все. Существо создано, ребят. Если вы думаете, что круг это лучшая форма, нет. Ваши баллиц. Лягушка круче. Лягушка выкупает. Это дохлая сельдь. А, кстати, меня просили рыбу нарисовать. Держите. Слушай, ну прикольно получилось. Я не ожидал, что круг в такое свернется. Воу. Что-то оно изобразило, да, у нас? Прикиньте, если оно опять к кругу придет, в конце концов. Вот это будет номер. 26-я генерация уже. Поколение 26. Да нет, вроде бы все. Слушай, ну прикольно. Кость. Давай добавим кость. Одну. Одну кость поперек. Мне кажется, из-за этой кости, она просто не сможет двигаться теперь. Но оно пытается. Оно, по крайней мере, пытается. Ну еще бы, если вам кость поперек горла воткнуть, что вы будете делать? Вы станете выхухолью и будете прыгать вперед. Отличная игра. Отличная игра. Ты нашла выход. Молодец. Если у тебя кость в горле, становись в выход. Супер. Как видите, мы пришли к тому же варианту, что был раньше. Всего три поколения понадобилось в этот раз, чтобы стать... О, смотри, прям запрыгало. От души. Нормально, это уже что-то прыгающее. В нем прикольно, а? Вот это приколись. А если еще одну кость дать? Давай еще одну кость сделаем все-таки. Ну давай, 7 секунд. Так. Ну давай, ты сможешь. Нет, оно не может перевалиться, перекатиться не может. Хотя ты смотри. Ну-ка, давай. Так. Молодец какой. Подсожмись. Ну в принципе, если мы правильную форму подсожмись, найти, оно справится, я думаю. Все. Опять не может. Смотри, вот она два переката делает, и все. И не может дальше перекатиться. Как вот с самого начала у нас были, просто когда тупо вышцы. Но сейчас-то оно выхохли в принципе не станет, потому что, ну, нереально. Давай. Ну. Ах. Я так переживаю за него. Как будто это мой сын. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну вы же понимаете, что круг не может быть моим сыном. Надеюсь, вы это понимаете. Ха-ха-ха. Хватит мутантов делать. Они мне снится будут, кто-то кричит в чате. Ну подожди, это не мутант, это геометрическая фигура. Ну ладно, я думаю, больше мы отсюда ничего не выжмем. Ну как, понравилась вам? Понравилась вам эта штука? Уже полчаса снимаем эту дичь, ребята, жесть какая. Ну давай напоследок сделаем квадрат. Давай большой квадрат. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Два, четыре, шесть, восемь, десять. О, большой такой квадрат. Будет ли у нас квадрат двигаться? Я думаю, он найдет выход. Он будет пружинить. Выхохолью представиться. Соединим мускулами вообще все грани со всеми гранями. И посмотрим, что из этого получится. Ну, вот эту забыл. Полная свобода действий. Погнали. О, боже мой. Красота-то какая, вы посмотрите. Вот так даже круче выглядит. Они все прыгают в разные стороны. Почему-то назад-то вперед прыгает. Игаси, это Пога, ребят. Это Пога. Офигеть, как он скачет. Ты посмотри. Воу. Это ж кузнечик. Кубический. Круто, а? Прямо в космос выпрыгивает. Вот это я понимаю. Круто. Он реально скачет. Он просто от души прыгает. И смотрите, он старается ввысь... Ну, как можно выше прыгнуть. И как можно дальше тем самым. Кто бы мог подумать, что квадрат станет прыгать. Вот это номер, а? Главное, он не крутится. Он реально, смотри, он выбрал себе ногу. Смотри, он сначала складывается, а потом начинает скакать. То есть, я же не закладываю в него алгоритмы никакие. Я просто ему создаю условия. А он из этих условий пытается создать самое далеко идущее существо. О, смотри-ка. А, психанул! Нормально. Фигак такой. Не получается, зачем? Я когда маленьким был в детстве, я так же себя вел. То есть, когда ты так делаешь, делаешь, и тут... А, не получается! Он в разнос пошел. Нормально назад прыгнем, действительно. Что, говорит, я такое? Все, вообще, назад. Они теперь все назад, что ли, прыгают? Я не пойму. Смотри, лягушку какую-то обогнали. Смотри, они все приблизительно одинаковые, да? Но программа потом берет самого далекого. Вот этот вот, психанувший в конце. Самый далекий. Вот здесь вот можно увидеть в маленьком окошке лучшего за предыдущий раунд. Они почему-то все в конце всегда психуют. А что мне показывают того, кто назад ушел? Что за фигня? Ну, слушай, ну такого от квадрата я не ожидал, если честно. Ну, вот 23-е поколение. Смотри, как он далеко прыгнул. Почему они в конце этим занимаются, я не понимаю. Но это забавно. Это забавно. Ладно. Вот такая вот игрушка, ребят. Эволюция называется. Можно на сайте ИЧИУ найти. Прям эволюции ИЧИУ. Я думаю, вы ее найдете. От какого-то там чувака. Нака называется. Я не помню, автор Нака. Тоже может погенерирует тут интересных, забавных существ. Блин, ну, это прикольно. Это прикольно. Если хотите, мы можем еще это поделать. Если вам понравилось, что мы тут изображали с вами. Это назад пошел. Гениально. То есть, получается, все в его поколении шли назад. И он просто тот, кто медленнее всего ушел назад. Это бомба. Вот. В общем, ставьте лайки за продолжение. Делитесь с друзьями. Добавляйте в плейлисты. Комментируйте. Обязательно комментируйте. Делайте большие такие увесистые комментарии. Можете даже макеты существ в комментариях писать. Какие можно сделать в следующий раз. Ну, если в следующий раз будет. Вот. А пока что я с вами прощаюсь. Пока.